Друзья, друзья, это Таран. Как вы уже поняли, это очередной выпуск нашей медиашколы. И сегодня мы с вами поговорим о том, как двигаться с трехосевым стабилизатором. Сегодня мы не просто будем говорить о чуваках, которые дасаются, как дураки, со стабилизаторами весь день напролет. Нет, мы сегодня с вами поговорим о сохранении здоровья с помощью одного очень интересного предмета, с помощью которого мы сегодня с вами и будем изучать азы передвижения с трехосевым стабилизатором. Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, не надо долго рассказывать про вот эти осевые нагрузки, про то, когда ты держишь стабилизатор. У тебя вот здесь получается некий такой рычаг, который начинает давить тебе в позвоночник. К концу рабочего дня у тебя болит спина, болят плечи, болят руки. А если ты еще маленький субтильный юноша, то я думаю, эта штука длительного ношения тебе просто противопоказана. Блин, весьма аскетичное такое устройство. Здесь есть некий металлический блок с пружинами, есть некий вот такой вот жилет, подбитый всякими ремнями на липучке. Но сразу забегая вперед скажу, если ты худой субтильный юноша, то на тебя эта штука будет просто огромной. И самое интересное начинается впереди. Эту вещь нужно развесить. То есть вы понимаете сейчас, что вся эта моя установка, она стремится прям вот куда-то там наверх в космос. Здесь есть две вот такие вот барашки замечательные, прокручивая которые, мы с вами должны заставить устройство находиться в горизонтальном положении, ну хотя бы какое-то длительное время, хотя бы пару секунд, чтобы она не подбрыгивала, собственно говоря, и не опускалась. Вот примерно вот так это и выглядит. Даже можно еще чуть-чуть подкрутить первый блок и чуть-чуть подкрутить второй блок. Если вы давно подписаны на мой канал, вы, наверное, смотрели вот те видосы, где я учил вас ходить со стабилизатором. То есть вы помните, да, вот эту драконию походку. Ну типа на самом деле в мире это все дело называют нинджа-волк, типа походка ниндзи. В общем, всю ту пургу, которую вы, естественно, там через 2-3-4 съемки забудете и будете просто бегать со стабилизатором, да вот, просто на прямых ногах. Вот эта штука облегчает вот это все дело примерно процентов, ну, на 50. То есть она полностью не компенсирует движение и передвижение вашего тела. Она его компенсирует процентов, ну давайте так, от 30, наверное, до 50. То есть где-то процентов на 50 твоя съемка становится более линейная, она становится более плавная. И если вы сейчас обратите внимание, при передвижении я просто иду, я не стараюсь идти плавно. Эта штука занимается чем? Правильно? Компенсацией раскачки по оси Y. Ось Y и ось X. И, в общем, именно с этой штукой мы сегодня с вами и будем изучать вот эти вот простые правила передвижения со стабилизатором. Ну и самое первое фундаментальное правило. Представь, что ты это слайдер. У тебя нет поворотов, у тебя нет наклонов, ничего. И передвигаться ты должен с трехосевым стабилизатором либо вперед, либо назад. Либо влево, либо вправо. И вот в этом случае данное устройство позволяет нам с вами нивелировать работу с точкой Y. И передвигаться мы с вами должны исключительно по оси X. Никаких поворотов, никаких наклонов, никаких отклонений от курса без объекта слежения в кадре вы делать не должны. Это самое первое и основное правило Сьюн. Второе правило. Перестань вертеть башкой. Просто удивительно, как люди, покупая трехосевой стабилизатор, начинают манипулировать своими камерами с надетыми на них объективами и думают, что это, блин, это реально классно. Нет. Болтание башкой на трехосевом стабилизаторе сравни, ну, наверное, панорамирование в руках, либо на штативе. Друзья мои, это выглядит омерзительно. Почему? Да просто по той простой причине, что наше зрение так не работает. Вот попробуй прямо сейчас, сидя перед монитором, повернуть голову так, чтобы картинка перед тобой плыла. Она никогда не уплывет, потому что зрение работает на выхватывание фрагментов из сцены. То есть наши глаза двигаются 20 фрагментов в секунду. И как бы ты не вертел башкой вот того, что может сделать камера на матрицу, у тебя не получится. Соответственно, мы начинаем дополнять реальность. Соответственно, мы уже с вами отступаем от реалистичности. Что такое реалистичность? Правильно, реалистичность это кино. Ну и третье, базис, да? Самое, пожалуй, главное из всего того, что вы сейчас слышали. Это соблюдение элементарных основ композиции. Я знаю, очень многие, как я уже рассказывал в предыдущих видосах, забивают на это. Просто человек начинает снимать, лишь бы что-то снять. Главное, чтобы не тряслось. Главное, чтобы попадало, блин, в резкость. Главное, чтобы все было хорошо, а то клиенту не понравится. Мы абсолютно, тотально забываем про какие-то элементарные правила. То есть все, как я и учил. Найдите в своей камере, блин, зоны безопасности в меню. То есть когда камера тебе на экранчике показывает некую метку, за пределы которой желательно бы не выходить. И научись работать непосредственно с этими метками. То есть твоя голова должна касаться метки вверху, и твои ноги должны еле-еле касаться метки внизу. То есть так называемая зона безопасности на 80%. Включаешь эту функцию и ходишь за людьми со стабилизаторами, не забывая о том, что твой человек никогда не выходил за эти рамки. Это самое главное. Это самые простые, примитивные правила композиции. Оставлять по 10% так называемого Dead Space сверху и снизу. Я об этом говорил уже тысячу раз, но как бы лишний раз стараюсь напомнить, потому что нельзя, нельзя забывать о самом главном. Потому что когда ты берешь в руки камеру, либо фотоаппарат, самое главное в твоей работе это вот эти банальные основы композиции. Сегодня у меня на столе стоит прямой наследник вот той самой серии кранов так называемых, которые в свое время подарили нам немало приятных моментов. Потому что именно в то время мы научились снимать плавно. Наше зрение абсолютно и полностью тотально работает на плавность. То есть как бы мы не болтали головой, как бы мы не прыгали на кочках, как бы мы не бежали, линия горизонта всегда остается на линии горизонта. Плавность всегда остается плавностью, никаких наклонов, поворотов, масштабирования, панорамирования и прочих вещей с нами не происходит. И вот именно это в свое время поняли кинушники, да? И вот отступая сейчас от трех осевых стабилизаторов, я вам хочу показать вот такую вот штуку, которую в принципе производители кино изобрели задолго, наверное, даже до моего рождения. Если ты фанат серии чужих, как ваш покорный слуга, то я настоятельно тебе рекомендую посмотреть самую первую часть. И настоятельно тебе рекомендую обратить внимание, на чем у солдат висят пулеметы, огнеметы и вот эти всякие стреляющие штуки. А висят там они именно на киношных системах компенсации оси Y. То есть есть неких два металлических блока, есть несколько блоков пружин и есть специальные барашки, которые раззатягивают, либо ослабляют пружину, что позволяет тебе нести камеру. В то время на них просто ставили камеры с механическими стабилизаторами, что позволяло операторам снимать. Мы начали работать именно с однорукими, потому что двуручные решения зачастую были слабые, откровенными поделками самоделок. Помните, печатали все на 3D принтерах, там такое было, алексмосовские контроллеры и прочее. Все было слабо, пока не появился, соответственно, самый-самый первый там кран и вот все были в каком-то лютейшем восторге. Но тогда не подразумевалась работа именно с каким-то профессиональным оборудованием по причине того, что стабилизатор был маленький. Он был маленький, легкий, рассчитанный на миниатюрные камеры с миниатюрными объективами. И мы все с этим мирились. Мы брали маленький стаб, у него слабые моторы, мы все знали, что там чуть больше перевесишь, он клюет, чуть длиннее объектив, он не развешивается, еще какие-то вещи. И мы приспосабливались к съемкам. Но шло время, моторы становились больше, фирмы, выпускающие эти штуки, становились богаче. Они начали нанимать каких-то реальных инженеров, изобрели новые типы контроллеров, изобрели новые типы питания, подача, драйвера и прочие какие-то вещи. И вот то, что мы сейчас имеем на сегодняшний день, стоит у меня на столе. Средний вес вот такой вот связки, ну давайте так, плюс-минус, ну наверное килограмм 7. Я предлагаю тебе, дорогой мой друг, взять 5-литровую баклажку в одну руку и 5-литровую баклажку в другую руку, повытягивать их вот так и походить с ними какое-то время. И вот представь, что это какой-то операторский сетап, потому что вот это, в принципе, еще не тяжелый сетап. То есть, как бы, ну это такой себе средняк. Это А7S3, 16-35, компендиум, моторы и прочая какая-то фигня. Каждая деталь здесь, сама по себе очень легкая. Легкая камера, легкий объектив, компендиум ничего не весит, клетка ничего не весит, стабилизатор, да, тяжеленький, но он абсолютно легкий. Но когда ты все это собираешь вместе, оно становится просто невыносимым. Нет, я как бы не жалуюсь, я как бы не слабый парень, да, но когда ты пытаешься вот с этой штукой отснять хотя бы 5, 6, 7, 8, 10 сцен, Когда ты работаешь на свадьбе, когда тебе надо с этой штукой ходить целый день, и ты не можешь себе позволить, допустим, нивелировать сетап каким-то более простым оборудованием. Взять более маленькую камеру, взять более маленький объектив, взять более маленький сложный там какой-то стабилизаторик. Почему? Потому что та связка никогда тебе не даст ту картинку, которую даст эта связка. Ты здесь не ограничен весом и размером вообще никак, потому что перед тобой стоит задача получить вот то изображение, ну, собственно говоря, которое ты и хочешь получить, не ограничивая себя ни в чем. Соответственно, связки растут, сетапы эти все растут, появляется компендиум, появляются моторы, появляются сейчас какие-то аноморфотные объективы уже в любительском сегменте, появляются дополнительные какие-то схемы питания. Это все увеличивается в размерах, и тебе, соответственно, все это нужно стабилизировать. Я как человек, который пришел в блогинг со свадеб, как, наверное, и многие блогеры в этой области, скажу вам так, если ты снимаешь национальное мероприятие, если за него очень хорошо платят, и ты хочешь подарить людям очень хорошее изображение, то есть, как я уже говорил до этого, размеры решают в этом плане. Соответственно, вес твоего оборудования, как я уже говорил, увеличивается пропорционально крутости твоего изображения или твоим желаниям по поводу монтажных кодеков или по поводу беспереборной многочасовой работы и прочими какими-то вещами. Если вы снимаете какие-то национальные мероприятия, если вы снимаете какие-то затяжные сцены, которые требуют вот именно долгого ношения стабилизатора перед собой, вы, наверное, знаете, вот не дадите мне соврать, да, что такое нагрузка, что такое осевая нагрузка на спину. Рано или поздно спина даст о себе знать, потому что время идет, мы не молодеем, и спина у нас потихоньку-потихоньку начинает деградировать. Но спина и комфорт работы это не самое главное в подобного рода устройствах. Самое главное, как вы уже поняли, конечно же, это компенсация оси Y и оси X. Ось Z компенсировать не надо, это точка отчета координат, но как бы тем не менее, ось Y это вот именно то самое главное, что проявляется в болезни стабилизаторщика сильнее всего. Это обычная вот эта вот банальная раскачка, на которую многие операторы со временем просто забивают. Со временем люди начинают думать исключительно о том, как бы, блин, сюда нацепить еще более светосильный объектив, как бы сюда нацепить вместо фотоаппарата кинокамеру, как бы ее запитать, как бы найти стаб, который это все потянет. Блин, а потом, как бы, блин, сходить к терапевту, посмотреть спину, может сделать снимок, что-то по утрам стою, спина какая-то зачерствелая и со временем все это просто превалирует именно над правильностью работы. Вот эти вот штуки как раз таки и призваны у нас, как я уже и сказал, компенсировать раскачку по оси Y. И самое, что интересно, именно эта штука компенсирует еще у нас, правильно, горизонтальную раскачку по оси X, потому что, когда мы с вами делаем шаг, наше тело подается немножко вперед, соответственно, и стаб начинает ехать вперед. Это очень критично, когда ты работаешь на фокусных расстояниях от 35 миллиметров и выше. Ну, вы же любите параллаксы там и прочие фигни. Сделано все довольно-таки прилично, все прострочено, прошито, какой-то баллистический поролон, акустический какой-то капролон, прочие какие-то дышащие штуки. Я бегал с этой штукой при плюс 25 градусах на улице, то есть я не запарился. Ну да, майка чуть-чуть промокла, и когда я снял футболку светлую, у меня вот здесь остался такой мокрый след. Но вы-то, друзья мои, в отличие от меня, весите, блин, меньше, да, там килограмм на 45, на 50, поэтому я думаю, вам с этой штукой будет гораздо проще. Ну и вернемся немножечко обратно к спине, да, самое главное, что вот эти вот штуки распределяют вес. То есть, когда ты держишь стабилизатор, ты включаешь рычажную осевую нагрузку на позвоночник. То есть, что происходит, благодаря тому, что у тебя руки находятся практически под углом 90 градусов к твоему позвоночнику, тело начинает испытывать именно вот эту вот самую осевую нагрузку. Даже когда ты пытаешься распределить это все двумя руками, я знаю чуваков, которые ходят вот так, знаю людей, которые используют моноподы. Ну, как бы, тем не менее, здесь болит спина, потому что вот эта вот вся система, она вся давит именно с плечевого пояса в поясницу. И очень скоро, очень скоро, особенно если тебе 35+, у тебя начнет болеть спинка. Дай бог, если вот это вот все будет весить килограмм 8-9, ну, в зависимости от сетапа, ну, давайте 10. И мы с вами будем держать 10 килограмм перед собой, очень быстро выдохнемся, очень быстро начнет болеть спина. Либо вот с помощью вот этой штуки мы весь этот вес распределяем куда? Правильно, на бедра. Наши бедра с вами способны нести и не такие тяжести, уж поверьте мне. И самое главное, что из вот этой вот связки давления на спину мы исключаем непосредственно саму спину. Это очень важный момент, поэтому если ты очень длительное время проводишь непосредственно с трехосевым стабилизатором, если у тебя, по твоему мнению, роскошная связка камера-объектив, светосила, если ты пользуешься накамерными мониторами, носишь батарейные блоки, какие-то системы питания, ригели там, системы привода, рокера, фоллоу-фокус и прочие какие-то вещи, и при этом ты много и часто снимаешь, что я тебе настоятельно рекомендую посмотреть в сторону вот этой вот штуки, потому что все это прекрасно. Стабилизаторы это все хорошо, но все стабилизаторы уничтожают твою спину, и все стабилизаторы не могут работать с осью Y. Как-то так, ставьте лайки, подписывайтесь, все ссылочки на Танос будут в описании, ждите видосик про Изирик, и там вы, наверное, узнаете многое интересного. Ну, конечно же, если ты не сторонник трехосевых стабилизаторов и всяких вот таких устройств, а ты сторонник съемки с рук, ну, чтобы воздух, органика и прочие вещи. В общем, пока, с вами был Таран, до свидания.